Здравствуйте! Вы на канале Тут Обзоры и сегодня будем рассматривать налобные фонари компании Ниткор. Модель называется NU25UL. Это двухлучевой перезаряжаемый налобный фонарь, специально разработанный для применения во время активного отдыха вне дома. В сравнении со старой версией он модернизирован по выходу, световому лучу, порту зарядки и режиму работы. Давайте разберемся с ним поближе. В комплект входит инструкция, зарядный кабель Type-C и сам фонарик. NU25UL поставляется с тремя источниками света, обеспечивающими максимальную мощность 400 люмен. Используя систему цельных оптических линз со светопропусканием более 94% и высокоэффективными светодиодами, он специально разработан для отражения равномерного и мягкого света, идеально подходящего для ночных пробежек и поиска маршрута. Фонарик Ниткор весит всего 45 грамм вместе с резинкой. Изготовлен из прочного и легкого поликарбоната, который выдерживает падение с высоты до 1 метра. Все отверстия с резиновой заглушкой. Водонепроницаемость и пыленепроницаемость в соответствии со стандартом IP66. Фонарик Ниткор получил раскладную конструкцию для настройки угла освещения. Имеет встроенный аккумулятор емкостью 650 мАч. Сбоку расположены 4 индикатора заряда для определения оставшегося уровня заряда аккумулятора. Размер из 60 на 33 на 25,5 мм. Вес, как я говорил, 45 грамм. Фонарик Ниткор разработан с двумя кнопками, отличающимися по форме и размеру, что обеспечивает простое управление одной рукой. Доступно 4 режима яркости, 3 источника света и 3 специальных режима. Выскоэффективная плата постоянного тока обеспечивает стабильную работу устройства на период до 90 часов. В фонарике Ниткор можно активировать луч как узкого, так и широкого спектра. Также имеется красное освещение. Максимальная выходная мощность 400 люмен. Максимальная дальность до 64 метров. Пока не стемнело, покажу, как управлять фонариком. Включается он нажатием большой кнопки. Эта кнопка у нас отвечает за включение и выключение, а также смену яркости. Давайте сразу поменяем яркость. Предусмотрено 3 режима. Смена режима фонарика включается нажатием левой круглой кнопки. Также можно поменять нажатием большой кнопки яркость. Также еще раз. Эта же кнопка у нас отвечает за красный режим. При нажатии большой кнопки у нас сменяется режим насос. Это все режимы фонарика Ниткор. Давайте еще покажу, как включить защитный режим. Для этого нажимаем две кнопки одновременно и держим. Фонарик дважды мигнет, соответственно он заблокирован. Теперь у нас нигде не включится нечаянно в портфеле. Чтобы разблокировать, опять же нажимаем и держим две кнопки. С функционалом разобрались. Фонарь сидит на голове. Очень комфортно. За счет легкой конструкции и удобных резинок про него можно вообще забыть. Угол наклона, как я говорил, настраивается. А теперь осталось дождаться темноты и проверить, насколько ярко светит наш фонарик. Стемнело. Можно протестировать фонарик. Первый режим общий, то есть светят оба источника света. Яркость данного режима 60 люминов. Теперь этот же режим, но с яркостью 200 люминов. И максимальная яркость фонарика 400 люминов. Следующий режим – это линза с узким спектром на минимальной яркости 60 люминов. Далее этот же режим на яркости 200 люминов. Идем дальше. Режим с широким спектром, яркость 60 люминов. Он же с яркостью 200 люминов. Ну и последний режим – красный свет, яркостью 10 люминов. Теперь продемонстрирую работу фонарика в ночном лесу, с максимальной яркостью. Как вы видите, светит мягко, равномерно. Глаза не режет. Видно вдали метров на 15-20. И по завершении обзора могу сказать, что фонарь меня очень впечатлил. Он действительно замечательно светит, никакого дискомфорта в глазах не чувствуется. Яркость, на мой взгляд, оптимальная, больше и не надо. На голове сидит удобно. Отлично подойдет как для тренировок в ночное время суток, так и для полноценного похода. На данный момент этот фонарь оставлю у себя как образец качественного фонаря. Остальные налобники буду сравнивать с ним, пока не найду лучшую замену ниткору. На этом мой обзор фонарика ниткору NU25OL закончен. Если видео понравилось или не понравилось, но было полезным, попрошу поставить лайк и подписаться. До встречи!